В Беларуси увеличены денежные нормы расходов на питание отдельным категориям обучающихся в зависимости от типа и вида учреждений, времени пребывания и возраста. На 6-8% в начальных, базовых, средних школах, гимназиях, колледжах, искусств и вузах. На 6-7% в санаторных школах, интернатах, оздоровительных лагерях. Правительство утвердило программу развития АЗС. Предполагается открыть обширную сеть, которая будет отвечать современным требованиям предоставлять широкий спектр услуг потребителя – магазины, кафе, станции, техобслуживание, автомойки. Использовать самые современные системы расчетов и коммуникаций с покупателями. Для этого планируется построить новые заправки в перспективных местах, реконструировать действующие с установкой современного оборудования, увеличение их мощности и создание необходимых условий для развития торговли и услуг. Госпогранкомитет предупреждает о возможных очередях на границе во время длительных выходных. Предполагается, рост пассажиропотока будет увеличен на литовском, польском и латвийском направлениях. В этой связи ведомство напоминает, что предельные стороны выполняют замедленное оформление транспорта, поэтому планируйте свои маршруты заранее. С 21 апреля в Бобруйске завершается отопительный сезон. Такое решение принято в связи с погодными условиями и перспективным прогнозом. Последними от системы будут отсоединены потребители третьей очереди. Это учреждения социального обеспечения, школы, детсады, лечебно-профилактические и медицинские организации, гостиницы, библиотеки, музеи и архивы. В Беларуси введены первые ограничения на посещение лесов. Они коснутся некоторых районов в Гродненской и Брестской областях. Тех, кто нарушил запрет, ждет административная ответственность. В одном случае устное предупреждение, в другом штраф в размере до 12 базовых. Если же лесному фонду будет причинен и ущерб, то размер санкций может вырасти до 30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин